Мы все мечтаем о жизни, наполненной радостью и изобилием. Мы представляем себе мир, где наши цели достижимы, а счастье окружает нас. Эта мечта, кажущаяся универсальной, часто кажется недостижимой. Но что, если я скажу вам, что достичь этой мечты возможно? Путь к успеху и счастью не тайна. Это путешествие, вымощенное самоотверженностью, позитивом и упорством. Речь идет о понимании того, что успех – это не просто пункт назначения, а непрерывное путешествие роста и самореализации. Это путешествие начинается не с одного шага, а с одной мысли, веры в себя и свою способность достичь всего, к чему вы стремитесь. Речь идет о том, чтобы воспринимать вызовы как возможности, а не удачи, как ступеньки к чему-то большему. Итак, давайте вместе отправимся в это преобразующее путешествие, открывая секреты жизни, наполненные смыслом, счастьем и успехом. Представьте, что вы отправляетесь в плавание по открытому океану без определенной цели. Вы можете бесцельно блуждать, так и не достигнув желаемой гавани. Тот же принцип применимый к жизни. Без четких целей нам не хватает направления и цели. Определение ваших целей подобно прокладыванию курса на карте. Это дает вам четкое понимание того, куда вы хотите идти и как туда добраться. Но просто иметь цели недостаточно. Ваши цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени. Эта ясность позволяет вам разбить ваши стремления на более мелкие управляемые шаги, делая, казалось бы, невозможное возможным. Помните, что постановка целей – это неограничение себя. Речь идет о раскрытии своего полного потенциала и жизни, наполненной намерением и целью. Вы когда-нибудь замечали, как легко негатив проникает в ваши мысли? Сомнения, страхи и ограничивающие убеждения могут стать препятствиями на вашем пути к успеху. Но что, если бы мы могли изменить свою точку зрения и принять силу позитива? Позитивное мышление – это не игнорирование проблем. Речь идет о том, чтобы подходить к ним с позитивным настроем. Речь идет о вере в свою способность преодолевать препятствия и достигать своих целей. Не менее важно окружать себя позитивными людьми. Ищите наставников, друзей и членов семьи, которые будут поддерживать и вдохновлять вас. Их поддержка и ободрение могут сыграть решающую роль в вашем путешествии. Помните, ваши мысли обладают невероятной силой. Сосредоточьтесь на позитиве, и вы будете поражены тем, чего сможете достичь. Раздел 4. Знание – сила. В постоянно меняющемся мире обучение – это не роскошь, а необходимость. Знание – это сила, и оно дает вам возможность адаптироваться, расти и процветать в любой ситуации. Примите образ мышления, основанный на непрерывном обучении. Ищите новую информацию, и бросайте себе вызов, выходя из зоны комфорта. Читайте книги, посещайте семинары, проходите онлайн-курсы или просто общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют. Чем больше вы учитесь, тем увереннее и способнее вы становитесь. Помните, что стремление к знаниям – это пожизненное приключение. Примите его с распростертыми объятиями, и вы откроете безграничные возможности. Раздел 5. Дорожная карта к успеху. Теперь, когда у вас есть цели и позитивный настрой, пришло время создать дорожную карту успеха. Эта дорожная карта – ваш план действий, в котором изложены шаги, которые необходимо предпринять для достижения вашей мечты. Разбейте свои цели на более мелкие управляемые задачи. Это делает путешествие менее пугающим и позволяет вам праздновать маленькие победы на этом пути. Последовательность является ключевым моментом. Выработайте распорядок дня и привычки, которые будут способствовать достижению ваших целей. Будь то выделение времени для физических упражнений, посвящение часа изучению нового навыка или просто выбор более здоровой пищи. Небольшие, последовательные действия приводят к значительным результатам с течением времени. Помните, что ваш план не высечен в камне. Будьте гибкими, адаптируйтесь к переменам и не бойтесь корректировать свой курс по мере необходимости. Раздел 6. Преодоление препятствий. Путь к успеху редко бывает линейным. Будут и трудности, и неудачи, и моменты сомнений. Но именно то, как вы реагируете на эти препятствия, по-настоящему определяет ваш характер. Примите неудачу как возможность для роста. Каждая ошибка, каждая неудача и каждое испытание преподносят ценный урок. Проанализируйте, что пошло не так. Скорректируйте свой подход и вернитесь сильнее, чем прежде. Помните, что ключ к успеху – настойчивость. Не позволяйте страху удерживать вас от стремления к своей мечте. Наслаждайтесь путешествием, учитесь на своем опыте и никогда не сдавайтесь. Продолжение следует...